Смотрите, они дышат, они дышат, они дышат. Смотрите, они дышат, они дышат. Матер еще раз не ругаются. Тише. Сделайте замечание человеку, который ругается матом в общественном месте. Или вы не способны на это? Я способна. Сделайте замечание. Сделайте. Мы сейчас узнаем, кто она и что она и все тому подобного. У вас знает, вам просто по-хорошему надо хорошенько всех избить. Давай попробуй, ты же с меня. Это она нарушила мои права. Запретив мне, сказав о том, что здесь частное собственное. Вообще это частное. Когда она закроется, да. Режим работы есть? Приоткрытный предъявляется общественное. Это что? Разъясните. Той гражданке, которая к вам туда зашла, нарушив мои конституционные права. И гражданские тоже. Разъясните ей. Пускай дома запрещают у себя. У вас даже... Потому что возмущает вот такой вот безграмот представителей торгового комплекса. Посетителей намного грамотнее получается и знает закон. Чем она? Скажи нам что-то. Нормально разговаривай. Нормально разговаривай. Я не вот так на камеру. Подожди, ну а чего боятся? Тебя боятся? Что ты сможешь? Вообще, в принципе, что сможешь? Я тебе ничего не собираюсь. Зачем? Я прохочу ознакомиться с информацией, которая есть закон. Зачем? Да. А что знакомится? Это когда она вообще-то докопала? Не будем ее? Мимо проходили. А каким образом это вас интересует? Вы же просто потребитель торгового комплекса посетителей. Я просто... Я не знаю. Проходили мимо? Проходили. Мимо. Ну и вот мы сейчас узнаем, кто она и что она и все тому подобного. У вас, знаешь, просто по-хорошему надо хорошенько всех избить. Давай попробуем. Зашли с меня. И тогда нашли с меня. А это уже смешно. Пойдем сядем в машину, поехали. Да, мы сядем в машину. Мы сядем в машину. Часто, наверное, мальчиков по машинам-то разъезжают. Ну вот книжку. У вас есть закон изучить правду требуйте? Могу я ее? Да. Дайте, пожалуйста. Всего своего времени. И сколько мне ждать? Сколько нужно будет? Сколько будете знать. Она, я вам так скажу, она по первому требованию дается. Да. А я их уже штук 30 заявил. Дадите? Да, конечно. Когда? 5 минут, 10, 15, 20, час, два, три, десять, неделя, две недели. У вас тоже ненормирована рабочая жизнь. А можно мне листочек написать? Какая-то ваша организация? Нет. Почему? Потому что у нас все документы. Причем эти документы. Я хочу написать на пенсию, я имею на это правду. А что? Ну, я считаю, что мои права нарушены. Вы потом докажете в досудебном или судебном порядке, что они нарушали меня. Можно я досудебный? Привычный. Может, да? Может, да? Может, да? Может, да? Да, да. А я вас просил выставить. А я вас просил выставить мне согласно 10 статье. Все, вы уйдете, но вы пока выйдете, пожалуйста. Вы сразу, вы сразу мне по первому. Да вы убежите. Не достаточно. Почему я? Я не верю вам. Вы убежите. Почему вы решаете за меня? Вы убежите. Вы скройтесь. Вы скройтесь. Так же, как ваша вот женщина, с которой вы там разговаривали, вот с этого отдела. Она просто взяла, уже скрылась, короче, которая тоже замутила всю эту фигню сейчас, да? То, что сейчас творится. Она не моя женщина. Ну, вы тоже, вы же про нас говорили, что ваш молодой человек. У нас же все это зафиксировано, все. Можно неправда познакомиться с информацией. Поэтому я вправе сказать так же. Я вот сейчас, сейчас сразу, по первому. Осторожно. Вы сейчас снимите. По судебному, при судебном порядке на него еще подависим. Да нет у них ничего с ним. Пошли. Просто в Роспотребнадор обратимся. Последний шанс. Немедленно доставьте мне информацию. Я не могу ничего делать без разрешения начать. Вы обязаны, согласно закону 10-го статья, закону Роспотребнадору. Я сейчас... Это получается у нас очень почти. Мы заходим все вашего здоровья и осуществляем все необходимые меры в архалактике для посетителей комплекса. Смотрите, они женщины, что они здесь. Ручник дверей, уручник, и вилок, и вилок, и вилок. Они сейчас уже стоят. Они сейчас уже стоят. Давайте без ментов лучше. Сделайте замечание человеку, который ругается матом вообще-то на месте. Или вы не способны на это? Я способен. Сделайте замечание. Сделайте. Я указываю, что я должен делать. Должен. Вы представитель лица торгового комплекса. Да. На видеокамеру было зафиксировано, что данный гражданин ругался матом в общественном месте. Какая разница? У меня мужиком на жизнь, он ничего не может делать? Не может. А зачем ты здесь качаешь? Потому что мои права принимают. А почему Вы не вызываете милицию? Они уже едут. Большая разница, те будут ехать из Беларуси, а эти в Россию. Вам дома заняться нечем? Нет, нечем. Да сами им едем. Здоровые мужики стоят. А они мужики, как зоопарки. Мужики? Мы мужики. Это вы? Я тогда на родину. Эти девочки поболевают. Да, мы мужчины, братан. Здесь вообще короче, качай, не качай, вообще нет вариантов. У тебя дефект речи? Да, вообще по-любому. Вот смотри, когда мы туда заходили, она вообще стояла там, молчала. Вообще. А тут сейчас мужчина появился в толпе, все сразу. Голос открылся. Голос открылся, да? Голос открылся. Ты вот там стояла, молчала. Ты даже ничего не говорила про видеозапрет. Я не говорю ничего. Вы зачем зашли в магазин? А сейчас у тебя вдруг голос открылся. Ай, какая, молодец, да? А? Красавица. Тебе заняться? Нечем. Вот ни в коем случае, люди, не ходите в этот магазин, не покупайте у них дешевую парфюмерию, которая наверняка, наверное, залита где-то. С туалета с какого-нибудь. Ни в коем случае не ходите к ней вот в этот магазин. Не покупайте ничего. Смотри, вот все сразу закудахтали, как только появился мужчина, да? Здесь мужчина. Что, вы понимаете, мужчина один появился. Да, все сразу закудахтали. Что вот это закудахтало сразу, как только появился мужчина, да? А ты мне не тыкаешь. А буду тыкать. А что мне это запрещает? Да, запрещаю. Что запрещает мне? А кто разрешает тебе? Мне? Да. Мне закон разрешил. А что мне запретило тебе тыкнуть? Я тебе сказала, не тыкаю. А ты что мне тыкаешь? Ты что мне тыкаешь? Считай, где там? Вообще-то я там не так встречала. Надо их снимать. Снимать? Нет, нас снимать не надо. Нас не надо снимать. Вот из-за таких вот и получается потом инцидент. Конечно. А потом тикток похожи. Тикток, да. Вы посмотрите на себя в зеркало. На кого похожи? На кого? На кого похожи? Ну-ка еще раз. Уроды, да. Ну-ка еще, ну-ка еще, да, давай. Пусть тебе жена еще у нас. Да? А тебе муж пускай даст. А у тебя есть. А у тебя, если есть муж? У меня есть трое. Трое? О, да ты это как? У нас многоженство запрещено в стране. Вот лучше бы сидела бы вот здесь вот и никуда втала, понятно? Выйди из моего магазина. Да, что еще сделать? На колени тут не встать тебе, а? Я тебя просила нормально, выйди, пожалуйста. А не выйду. Выведи, попробуй, выведи. Я имею право отказать тебе в покупке. Да что ты говоришь-то? По какой-то статье ты, интересно, имеешь право отказать? Ну-ка. Потому что я имею право отказать. Что потому что? Потому что я так сказала. Ты так сказала? Потому что здесь принимают клиенты, это люди. Понять? Нормально такая, говорит, я тебе могу отказать в праве, а в обслуживании. На каком? Так бывает? Потому что я так захотела. Ты так захотела. Клиенты, это люди. Да. Они стаи волков, которые набрасываются на одну женщину. Теперь кто-то, кто волки, кто люди. Определите вот ее состояние, тона и что ее, как ее звать. Вот определите ее. Тут люди в магазине. Пусть выйдут, я выйду. Сюда и говорю. Иди сюда. Он сказал. Выпейте, пожалуйста. Приказал, да? Причем такое? Не женаты? Прям, он как муж. Приказал, иди сюда. А она подчинилась. Дверь закройте, пожалуйста. Что сказал? Слушай, армейский, что мне это нужно? Прямо. Что я сказал? Он все сделает. Ну, нет. Ну, ничего. Рисполняет. Прямо как приказал. Да, правда. Да, правда. Прямо как приказал.